Здесь у меня расплодилось, их вот аж туда до ворот доползают. Я привез в 1994 году в Германии несколько видов технологических червей, таких которых в Эстонии нет. И потом снова уезжал в Германию. Ну, думаю, куда, кто их будет кормить? Я пришел сюда за забор, бросил их там. Выживут, выживут, не выживут. Ну что, не сыпал. Я не знал, может, на год, на два там уезжаю в Германию. Потом приезжаем через год там другой. Я сюда пришел как-то утром на велосипеде проехать. Невозможно ехать, все кругом красное от этих червей, представляете? Ну что, начал потихоньку продавать. А покупают много? Вот для компостирования покупают, много. Ну, в Эстонии не так много. В России, в Украине много покупали. Но сейчас они стали посылки заматывать пленкой. Знаешь, это такое? Авиационная посылка. Авиация требует, чтобы все посылки были пленкой обернутой. Ну, знаешь, как вот сено заворачивает этой. И черви стали задыхаться там. И все, на Украину нельзя уже. Да-да, в Астрахани тоже. Вот. А так очень хорошо. Здесь вот по Эстонии в прошлом году организовали верми-сообщество такое уже, производители верми-компост вот этого и самих червей. И в Вирцу проходили уже два раза школы обучения. И полсотни человек приехало. Семьдесят человек первый раз, второй раз полсотни. Я там лекции читал, потом профессор Старского института Марии вас читала. В Белоруссии приезжал профессор, тоже женщина читала лекции. Народ потихоньку, выступные тоже газеты читают, по телевизору у меня вот показывали, раз в десять, наверное. Так что идут заказы потихоньку. А вообще это бизнес такой миллиардный. В Америке там с 49-го, ну в общем еще до войны там один профессор тоже там, барик, увидел, что на помойке там червей развелось слишком много. Там, куда он туалеты выливал, там помои все. Ну и начал за ними наблюдать вот такой вид изения Андрея называется. Его сейчас называют красный калифорнийский червей. По-научному изения Андрея. И вот он книгу написал после войны в 54-м году. И такой бум в Америке начался в эти годы 50-е, 80-е. Там столько вермихозяйств этих пооткрывали. Эти компостеры всякие для дома, для кухни там и большие, ну всякие. Именно в которых черви разводятся. В которых невозможно готовиться. Ну вот. Перекресток открывали ли? Сделают ремонт, может перекресток большой? Ну да, этот нормальный был. Там, например, как-то надо ремонтировать. Ну да. Ну а в Эстонии, в России, это пока все, можно сказать, на нулевом цикле. В Эстонии вообще, вот я был один до прошлого года. Сейчас уже двое, кто производит этот компост. Ну вот, сынник перерабатывает с коровником. Ну а у меня здесь вообще халява, все бесплатно. Только, как говорится, приходи, забирай червей и продавай. И компост то же самое. Они продают кубометр три евро. Вернее, машина целая три евро. Вот так, ты что? Да, работа, считай. Да.